приступаем ко второму вопросу второй темы товарное производство товар и деньги исторически первой формой организации хозяйства было натуральное хозяйство под натуральным хозяйством понимается такая организация при которой все товары производятся внутри хозяйства для собственного потребления она почти не связана с другими производителями не участвует в процессе обмена последующее развитие общественного производства разделение труда привело к развитию обмена и господству товарного хозяйства под товарным хозяйством понимается такая организация общественного производства при которой товары производятся специализированными обособленными производителями и поступают потребления посредством обмена на рынке отсюда вытекает два условия возникновения товарного хозяйства и развития товарно-денежных отношений первое условие это общественное разделение труда. Оно обязательно, но недостаточно для возникновения товарных отношений. Только когда возникает второе условие, экономическое обособление производителей, продукт труда неизбежно принимает товарную форму. Экономическое обособление позволяет производителям относительно свободно распоряжаться произведенной продукцией по собственному усмотрению, то есть быть собственником ее. Следовательно, экономическое обособление неразрывно связано с отношениями собственности на средства производства и продукт. Товар. Это продукт труда, предназначенный для обмена. Но для того, чтобы стать товаром, продукт должен обладать двумя свойствами. Стоимостью и потребительной стоимостью. Способность удовлетворять общественную потребность, быть полезной людям, это потребительная стоимость. Человек всегда трудится ради удовлетворения потребностей, поэтому потребительная стоимость вечная категория, но она тоже развивается и изменяется. Как и потребительные стоимости, все товары различны и чтобы обменять одну вещь на другую, нужно чтобы они имели общую черту стоимость. Вопрос о стоимости товара наиболее сложен, так как стоимость в товаре скрыта. Если потребительная стоимость видна, всегда можно определить, какую потребность удовлетворяет та или иная вещь, то для понимания сущности стоимости необходимо сначала обратиться к миновой стоимости, то есть способности товара обмениваться на другой в определенных пропорциях. Товары обмениваются прежде всего потому, что они имеют разные потребительные стоимости. Никто не будет менять топор на такой же топор или буханку черного хлеба на такую же буханку, но топор на хлеб сменять можно. Но почему один топор меняется на одну буханку хлеба, а не на две, три, наполовину? За миновыми пропорциями скрываются стоимости, то есть затраты труда производителей, затраты их физической и умственной энергии на производство товаров. Как потребительные стоимости все товары качественно различны, а как стоимости они однородны. Производители, обменивая свои товары, сравнивают разные виды труда, плотника, кузнеца, портного и так далее. Следовательно, в стоимости товара выражаются определенные связи, отношения между производителями, то есть стоимость это производственное отношение. В процессе конкретного труда каждый производитель затрачивает свои силы, свою физическую и умственную энергию. Эти затраты человеческой энергии представляют собой абстрактный труд. Абстрактный значит отвлеченный, то есть труд, отвлеченный от конкретной формы. Абстрактный труд, характеризуя затраты энергии производителя на производство товара, создает стоимость данного товара, значит стоимость можно определить как овеществленный в товаре абстрактный труд. Двойственность труда выражается не только в том, что он конкретный и абстрактный, но и в том, что он одновременно частный и общественный. Конкретный труд производителя в товарном производстве – это частный труд, так как он затрачивается исходя из интересов производителя, который выпускает то, что он может производить, и только то, что приносит ему на рынке выгоду. Но в то же время это труд и общественный, поскольку товар производится для рынка, для удовлетворения потребностей других людей. Но эта сторона труда скрыта. Она проявляется только на рынке. Если товар куплен, значит он действительно нужен обществу. Это как бы подтверждает общественный характер затраченных сил и энергии, то есть затрат абстрактного труда. Если же товар не куплен, то затраты труда на его производство были не нужны. Данный труд не был общественным. Стоимость товара определяется затратами труда. Труд, в свою очередь, может измеряться временем. Но количество труда или рабочего времени, необходимого для производства товара, может быть различным у различных производителей под воздействием разных условий, технической оснащенности рабочего места, квалификации, опыта работника и так далее. Поэтому рабочее время, необходимое для производства товара у отдельного производителя, это индивидуальное рабочее время. Оно определяет индивидуальную стоимость товара. На рынке товары обмениваются не по индивидуальным затратам, а по общественно необходимым, то есть по общественной стоимости. Под общественно необходимым временем понимается время для производства данного товара при общественно нормальных условиях работы и при средней умелости и интенсивности труда. Итак, стоимость товара есть овеществленный в нем абстрактный общественный труд, а стоимость как общественное отношение проявляется только в обмене в своей конкретной форме миновой стоимости. Таковы основы одной из первых научных теорий стоимости трудовой теории стоимости. Она была разработана Марксом, хотя основы ее заложили Смит и Рикардо и послужила основой марксистского экономического учения. Но экономическая теория доказала, а жизнь подтвердила, что трудовая теория стоимости далеко не идеальна. Попытки применить ее на практике в нашей стране доказали, что определение стоимости и цен только по затратам приводит к формированию затратного механизма в народном хозяйстве и производство превращается в производство ради производства, так как становится выгодным увеличивать затраты на производство товаров. Кроме того, в практике применения этой теории есть еще одна проблема. Стоимость нельзя измерить точно, а это дает возможность для искажения результатов производства. Одна из серьезных ошибок марксистской теории стоимости заключается в том, что Маркс с самого начала отказался от анализа второй стороны товара потребительной стоимости. Он признал, что она не является предметом политэкономии и поэтому проследил лишь одну сторону товара движение стоимости. Ученые следующих поколений обратили внимание на вторую сторону товара потребительную стоимость, на ее роль в развитии человека и общества, в поведении человека в общественном производстве. Результатом явилась другая теория стоимости. Теория предельной полезности, которая в результате ее уточнения, усовершенствования, стала одной из основ современных экономических теорий стоимости и цены. К сожалению, в нашей литературе часто противопоставляют эти две теории. Но еще на рубеже 19-20 веков известные экономисты Бернштейн и Туган Барановский предлагали соединить эти две теории, усматривая в них объективную и субъективную оценку стоимости. Для того, чтобы понять сущность предельной дополнительной полезности, необходимо различать абстрактную и конкретную полезность. Попробуем рассмотреть это на примере. Мы все знаем, что одним из самых необходимых продуктов для человека является вода. Знаем ее полезность. Какие потребности она удовлетворяет. Это ее абстрактная полезность. Но она может быть и конкретная. Если первое ведро воды нужно для того, чтобы человек не умер от жажды, то второе можно использовать для приготовления пищи, третье для умывания, четвертое для стирки, пятое, чтобы напоить животных, шестое для поливки огорода, седьмое для поливки цветов и так далее. Какое из них наиболее ценно для человека? Вероятно, первое. А вот ценность последующих постепенно убывает. Между количеством благ, имеющихся в наличии, и их полезностью существует определенная взаимосвязь. Какой бы товар мы ни взяли, при увеличении его запасов он начинает удовлетворять все менее важные потребности. Или по-другому, с увеличением количества блага, имеющегося в распоряжении потребителя, полезность каждой последующей единицы этого блага становится меньше, чем полезность предшествующей единицы. Это всеобщий закон развития, закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность не является исключительным свойством какой-то определенной части блага, пятого ведра или шестого яблока. Любая его часть может быть предельной. Все зависит от того, каким количеством равновеликих частей блага располагает потребитель. Поэтому общая экономическая ценность блага равна предельной полезности этого блага, помноженной на имеющееся количество его равновеликих частей. При этом полученная величина является субъективной оценкой блага тем или иным потребителям. Теория предельной полезности и трудовая теория стоимости противоположны, но они не противоречат друг другу. По сути, это объективные и субъективные оценки ценности данного товара. Внимание к субъективной оценке товара в конечном счете переориентировало товарное хозяйство. Оно стало больше учитывать требования потребителя, изучать его потребности. Производство все больше поворачивалось лицом к человеку, и человек превращался в цель развития производства. Товарное производство вызвало к жизни деньги. Вопрос о том, что такое деньги, волновал ученых давно. Много было споров о сущности денег. Впрочем, и сейчас существуют различные точки зрения. Мы начинаем с традиционной, устоявшейся, но не единственной теории о товарной природе денег. Обмен возник еще в первобытно-общинном обществе. Но носил он тогда случайный характер. Обменивались иногда возникавшие излишки продуктов. Поэтому тогда возникла первая, простая или случайная форма стоимости, когда xa равно yb, то есть x товара a равен y товара b. Сами эти продукты, да и их количество, были случайны. С развитием разделения труда развивался и обмен, а также увеличивалось предложение товаров на рынках. И простая форма стоимости трансформируется в полную или развернутую форму стоимости. Например, 20 метров холста можно обменять на один сюртук, или на один топор, или два мешка зерна, или на одну овцу, или три грамма золота, и так далее. Отличие этой формы от простой заключается в том, что в качестве эквивалента выступает не один, а множество товаров. Но у этой формы свои недостатки, которые заключаются в том, что выражение стоимости товара, стоящего в относительной форме, не получило законченного выражения, так как ряд эквивалентов не закончен, и стоимость не получает единого выражения. На практике это затрудняло обмен, так как возникали ситуации, когда владельцу холста нужен был топор, а владельцу топора холст не нужен, а нужна овца. Владельцу овцы, в свою очередь, не нужен ни холст, ни топор, а нужен сюртук, и так далее. Поэтому в результате развития производства на рынке постепенно выделяется в каждом регионе один товар, всегда пользующийся спросом, и полная форма стоимости превращается во всеобщую форму стоимости. Один сюртук, или один топор, или два мешка зерна, или одна овца, или один грамм золота можно поменять на 20 метров холста. Особенность данной формы стоимости состоит в том, что все товары находятся в относительной форме, и лишь один товар в эквивалентной. В связи с этим товар-эквивалент приобретает всеобщую форму. Дальнейшее развитие связей между отдельными регионами приводит к выделению единого для всего мира эквивалента, и всеобщая форма стоимости превращается в денежную. Последнее отличается от всеобщей не по вещественным свойствам товара-эквивалента, а по его общественной роли. Всеобщим эквивалентом деньгами становится золото в силу своих естественных свойств делимости, однородности частей, сохраняемости, портативности. Таким образом деньги возникли стихийно в результате развития товарного производства и форм стоимости. Они произошли из товара и сами являются товаром, но товаром особого рода, который противостоит всем другим в качестве всеобщего эквивалента. Сущность денег наиболее полно раскрывается в их функциях. Основная функция денег – мера стоимости. Эту функцию выполняет золото. Количество труда, затраченного на производство товара, сравнивается с количеством труда, необходимого для производства золота. То есть определяется, сколько золота соответствует данному товару. Для облегчения измерения был введен масштаб цен. Масштаб цен – это узаконенное государством количество золота, которое в данной стране принято за единицу. Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой товара. Вторая функция – это средство обращения. В данной функции деньги служат посредником между продавцом и покупателем, между товарами. Формула товарного обращения – Т1ДТ2. То есть товар обменяется на деньги, чтобы на них купить другой товар. При осуществлении этой функции возникает проблема определение количества денег, необходимого для обращения. Третья функция денег – средства платежа. Эта функция возникла с развитием кредитных отношений. По сути, и здесь деньги также оплачивают товар или услугу, но с разрывом во времени. Передача товара или оказание услуги не совпадает по времени с оплатой. Сюда могут относиться оплата товаров, купленных в кредит, выплата заработной платы, оплата жилья и прочее. Четвертая функция – средства накопления. На ранних стадиях развития денежного обращения, когда существовали золотые деньги, изъятие их из обращения превращало золотые монеты в сокровища. Сейчас средством накопления могут служить бумажные деньги. Такие накопления необходимы, когда предстоят крупные покупки или капитальные вложения в производство, хотя постоянно существующая инфляция усложняет этот процесс. И последняя пятая функция – мировые деньги, то есть деньги, используемые для расчетов между отдельными государствами на мировом рынке. Совсем недавно эту функцию выполняло только золото, но постепенно выделились устойчивые национальные валюты, которым перешла эта функция. В настоящее время основными платежными средствами на мировом рынке являются доллар США и евро. Современные западные экономисты, как правило, выделяют три функции – меру стоимости, средство обращения и средство накопления. По их мнению, функция средства платежа входит в средство обращения, а временной фактор не отражает изменения в экономическом содержании функции. Мировые деньги не выделяются в отдельную функцию, так как мировые деньги, то есть деньги на мировом рынке, могут выполнять любую функцию. Развитие товарно-денежных отношений осуществляется на основе действия закона стоимости – главного закона товарного производства. Сущность закона стоимости заключается в том, что все товары производятся и обмениваются на основе общественно необходимого труда. Это не только закон товарного обращения, но и закон производства. Механизм действия закона стоимости основан на разнице между индивидуальной и общественной стоимостями товара. В простом товарном производстве и в условиях развитого рыночного хозяйства закон стоимости выполняет следующие функции Регулятор пропорций производства Так как цены на рынке зависят от спроса и предложения, то если предложение не удовлетворяет спроса, а цены на данный товар растут, это означает, что его производители, продавая товар по повышенным ценам, получают значительно большие доходы В погоне за такими доходами другие производители направляют свои капиталы в данное производство, что ведет к изменению пропорций между отдельными отраслями и производствами Когда рынок будет насыщен товарами и цены начнут падать, произойдет отток капитала в другую отрасль, более доходную в данный период, и такой процесс идет постоянно Дифференциатор товаропроизводителей Так как товары продаются по стоимости, то есть общественно необходимым затратам, то те производители, у кого индивидуальная стоимость выше общественной, не выдерживают конкуренции и разоряются Те, кто производит товары с затратами ниже общественных, обогащаются Стимулятор развития производительных сил Производитель, внедривший какое-либо новшество, позволяющее повысить производительность труда, производит товары с индивидуальной стоимостью, меньше чем общественная, а продает их по общественной стоимости Следовательно, он получает дополнительную прибыль Это происходит до тех пор, пока новшество не получит общественного распространения и не приведет к снижению общественно необходимых затрат труда Для того, чтобы опять получить дополнительную прибыль, нужно совершенствовать орудия труда, организацию производства и тому подобное, то есть развивать производительные силы Таким образом, закон стоимости через стимулирование развития производительных сил и дифференциацию товаропроизводителей Создает необходимые условия для перерастания простого товарного производства в капиталистическое для дальнейшего развития товарно-денежных отношений и рыночного хозяйства Продолжение следует...